Я Василий Попов, приветствую вас на своем канале про недвижимость и не только. В это нестабильное время всех о нас заботит два вопроса. Если денег нет, то как их заработать, а если они есть, то куда инвестировать, чтобы сохранить и приумножить. Сегодня я вас познакомлю с проектом, который безусловно принесет прибыль, да и просто порадует глаз. Знакомьтесь. Гостиничный комплекс «Нескучный сад» будет находиться в курортном городке Адлера, в 500 метрах от моря. Здесь есть вся инфраструктура для отдыха, парк развлечения, рестораны и многое другое. Застройщик – уже хорошо знакомая нам компания «Неометрия». На 4,5 гектарах расположится два 10-этажных корпуса в стиле европейской архитектуры. Вокруг благоустроенная территория со своей уникальной средой. Три бассейна, один из которых с морской водой. Спа-зона, фитнес-центр, кафе и рестораны. В общем, это целый город роскоши и комфорта. А функция доверительного управления позволит вам получать удовольствие как от пребывания тут, так и от прибыли, когда вы далеко. Скачать подробную презентацию объекта с планировками вы можете в описании под этим видео. Давайте же узнаем из первых уст о преимуществах и недостатках этого проекта. Если нам о них, конечно, расскажет. Георгий, приветствую. Привет, Василий. Ну, глядя в твои частные глаза, я даже положу руку на нашу библию, которая под названием «Нескучный сад». Буду говорить правду и только правду. Ну, конечно же, недостатки есть. Георгий Черняк, руководитель отдела по работе с партнерами в строительной компании «Неометрия» в городе Сочи. Приехал из Барнаула в 2019 году. За время работы в компании продал недвижимости более чем на 2 миллиарда рублей. Ну, конечно же, это, во-первых, не первая береговая линия. Но мы все продумали. Вторая? Ну, условно, знаешь, наверное, все-таки первая береговая линия – это вот когда ты вышел в тапочках и пошел до пляжа искупаться. В Сочи у нас, ну, прям совсем, я думаю, от слова нет такого плана, да, практически, комплексов, где можно выйти, вот, в основной его части, если взять центр Сочи, Адлер, да, если взять. Все-таки у нас там и железная дорога рядом по морю проходит. И мы здесь позиционируем, что мы рядом с морем, это первый момент. И, во-вторых, у нас есть самая главная наша жемчужинка комплекса – это бассейн с морской водой. Это хорошо, это мы чуть позже расскажем. А все-таки недостатки. Первая получается, не первая, там, не вторая, так скажем, береговая линия. Ну, там насчет второй, третьей, там, конечно, можно спорить все-таки. Ну, если так смотреть, 600 метров до моря, можно условно, да, назвать это все-таки вторая, там, береговая линия. Да, это первый момент. Второй момент, конечно же, хотелось бы за 3 миллиона, но не как в свое время в 19-м году это фрукты продавались, да. Это, наверное, второй минус. Уже цена, по сути, сейчас в Сочи такой не бывает, как это раньше было. Я вот считаю, что один из минусов – это то, что рядом с вами много хаотичной постройки. Какие-то там дома частные и так далее, там, земли и жежи там в основном находятся. Курортный городок вообще еще с советского времени считалось это максимальное сосредоточение санаториев. Рядом с нами санаторий Изумруд, это мэрия Москвы, то есть, по сути, можно утром пораньше встать и Собянина увидеть даже. Даже так. Даже так. Он там бывает. Ну, а почему бы ему дома не быть, если это мэрия Москвы. С другой стороны, у нас ведомственная санатория «Орбита». Прямо мы смотрим тоже, там у нас большое количество санаториев распределено вдоль линии, там, это и Кораллы, Фрегаты, и Адлер Курорт, и Южный, и прочие, и прочие все санатории. Еще с того времени спокойно функционируют. И более того, в них даже осталась медицинская база. И часто же люди в Сочи приезжают не только отдохнуть, но и подлечить здоровье. Мы об этом часто забываем, а ко мне часто обращаются клиенты, они не готовы жить в санатории, они не, ну, там еще, к сожалению, нет того сервиса, который готовы оказывать пятизвездочные гостиницы. И люди спокойно могут остановиться рядом с нами, ходить на процедуры пешком и получать другого качества сервис в виде торговли, ресторанов, там, конференц-залов, фитнес-спа и прочих-прочих процедур. Плюс, еще особенность участка все-таки таковат, и обязательно же вставишь это в ролик, полетаешь. Например, улица Ленина, от нее огромный зеленый пояс нас огораживает от всего остального соседства. То есть, даже несмотря на то, что все-таки там санатории, они есть, они советские, но мы в приватной зоне, это очень важный плюс, потому что в Сочи у нас редко, даже когда люди на первой береговой линии, не всегда есть приватность там из-за железной дороги и прочих моментов. Поэтому тот реликтовый лес, который еще сохранился со времен, с советских времен, когда там был санаторий, мы по максимуму сохраняем, конечно же, на участке это уже сейчас видно, он подготовлен уже к первому этапу земляных работ, поэтому это видно. Правда ли, что это первый, точнее единственный в городе Сочи гостиничный комплекс, который строится по федеральному закону 214? И почему это именно гостиничный комплекс, да, а не апартаменты, как мы привыкли называть там апарт, отели? На самом деле это первый гостиничный комплекс. Если посмотреть строительные нормы, то мы там увидим разного рода снипы. Раньше их так называли, сейчас своды правил. Это жилые дома, нежилые здания и гостиничные комплексы. Так вот, гостиничные комплексы, свод правил был от 2020 года. То есть, если взять раньше старый санаторий и попробовать его реконструировать, то, скорее всего, под эти требования новый не попадешь. Поэтому чаще всего то, что у нас реконструируют, называют именно апартаментами. Но в нашем случае мы сносим, уже даже снесли старый санаторий и строим с нуля по новым строительным нормам полностью гостиничный комплекс, который соответствует всем требованиям. А требования у гостиничного комплекса намного выше, даже если сравнивать там с жилыми домами. Мы уже не говорим про нежилые, потому что у нежилых требований вообще минимально, там даже касательно детских площадок и прочих. То есть, ты был в гостинице, знаешь то, что должен быть определенного уровня фойе, багажное отделение, должно быть на каждом этаже отдельное помещение для технического персонала, курилки и прочие-прочие моменты. Зачастую в Сочи, мы же в Сочи находимся, если апартаменты, то все эти технические помещения же бы продали бы, правильно? У нас даже по закону это запрещено. То есть, гарантия того, что комплекс запроектирован по этим нормам и дальнейшем то, что он реализовывается в рамках 214-го федерального закона, то, что сервис, тот, который гостиница предполагает, он в любом случае будет. На сегодняшний день люди в основном стараются купить либо на предсдаче, либо уже сданный объект и сдавать его в аренду. Мы говорим про федеральный закон 214 и скролл счета. Давай вот людям ты объяснишь, что такое скролл счета, для того, чтобы было понимание, что рисков там практически нет. Скролл счета, то есть это 214 ФЗ в последней редакции, исключает риск недостройки объекта, потому что деньги застройщик не получает. Они лежат на специальном счету в банке. И только после того, как мы передадим ключи нашим дольщикам, только после этого застройщик получит свои заработанные денежные средства. А что за банк, с кем вы сотрудничаете? Это ВТБ банк. От него проектное финансирование у нас уже все подписано. В том числе у нас также еще помимо ВТБ 5 банков аккредитовано. Можно использовать ипотеки. Узнать актуальные цены и условия покупки вы всегда можете, перейдя по ссылке, которая будет указана в описании. Георгий, когда был старт продаж? Первично мы стартовали, это был предварительный старт 6 сентября 2021 года. Мы тогда еще подписывали все проектное финансирование с банком. И только в феврале мы завели первые сделки. У нас уже произошла регистрация, даже в том числе сделки были с ипотекой. И сейчас у нас уже состоялся в конце февраля официальный старт продажи. Окей, сейчас сам понимаю, что творится на рынке. Да, вообще в целом и в нашей стране, и в мире цены меняются. Вот, допустим, есть жилые комплексы, которые за неделю там 3 раза подняли стоимость. Что у вас творится? Как вы ценообразование выстраиваете? У нас ценообразование вне зависимости от ситуации, оно всегда продиктовано спросом и предложением. Как только мы понимаем, что у нас продан определенный пул номеров, в данном случае 10-20 номеров, мы после этого поднимаем стоимость. Также у нас было на предварительном старте стоимость выросла больше, чем на 50 тысяч за квадратный метр. На том моменте она зафиксировалась, и сейчас мы с этого момента же и продолжаем продавать. И как только мы определяем, опять же, переходим определенный лимит, у нас цена повышается автоматически. Хорошо, какая стоимость на сегодняшний день? Ну, самая минимальная. Самая минимальная это 13 миллионов рублей. Это какая площадь? Стоимость номера 22 квадратных метра. 22. Я так понимаю, и получится тоже минимальная. Площадь тоже минимальная. Хорошо, а средняя какая стоимость? Средняя, если брать за квадрат, то это порядка 560. Даже, наверное, это не средняя, это минимальная за квадратный метр. Вот средняя, можно сказать, там 600-650. Вот такой вот разбег. Не понял. Короче, итог такой, что на сегодняшний день нет такого, что вы там условно завтра можете спонтанно поднять цену. Спонтанно нет, это все-таки математическая модель с учетом того, что проектное финансирование от банка, мы четко понимаем процентные ставки, как нам эти деньги достались и четко понимаем экономику, себестоимость нашего продукта. Поэтому здесь без спонтанных решений это все четко продумано. Спрос вырос за последний месяц? Есть ли ажиотаж? Да, у нас, как ты понимаешь, не только один комплекс. Ажиотаж, конечно, правильно заметил, на сданные готовые дома. Вот, например, на фрукты, на первую очередь мы даже уже остановили продажу этих квартир. Но там по другой причине, потому что право собственности сейчас оформляется. И в апреле мы их уже будем обратно выводить. А что касается остальных проектов, мы также по сути стартовали сейчас и вторая очередь флоры. У нас сейчас на этапе подземной парковки, монолитной работы ведутся и нескучный сад. То мы здесь видим равномерное повышение спроса, так скажем. Слушай, ну вот в основном сейчас люди в ипотеку не могут тебе позволить из-за того, что ставка высокая. Да. А многие покупают за наличку. Вот если говорить про нескучность, то это та же самая история? Есть у нас субсидированная ставка минус 2% от стандартной ставки. Сейчас стандартные ставки, например, если от Сбербанка взять 18,6, то есть мы можем предоставить под 16,6. Можем на первый год 6,7 сделать процентную ставку, то есть люди тоже используют эти механизмы. Но чаще всего, конечно, у нас в Сочи покупают за наличку. И только кто вот готовые дома, вот как им уже переезжать, сейчас зажить, то они в первую очередь, конечно, рассматривают для себя ипотеку. Рассрочка в нескучных садах есть? Да, есть рассрочка, минимум 50% первоначального взноса. И есть еще такой вариант, мы его сразу придумали, когда были часто отказы от ипотеки. Это рассрочка с первоначальным взносом от 30% в последующей отсрочке основного платежа аж в сентябре 2023 года. Такой вариант тоже возможен. Если у вас остались вопросы или вы хотите подробнее познакомиться с данным объектом, вы можете записаться на бесплатную онлайн-презентацию. Просто переходите по ссылке под этим видео. Слушай, в Сочи, сам знаю, что сейсмоустойчивость как бы очень важна. Допустим, недавно было небольшое, но землетрясение. Да. Даже я сам почувствовал себя дома. А вы заявляете, что ваше помещение, ваше здание выдержат 8 баллов. Да, то есть именно мы рассчитали так, что сейсмоустойчивость заложили под 8 баллов. Это такие серьезные разрывы в земле, но при этом дома будут стоять. То есть это вот прям, это не маркетинг точно. Не, ну если хочешь, я мамой покинусь. Тоже хороший вариант. Почему бы нет? Окей, также вы заявляете, что у вас там экологические материалы очень много. Опять же, это еще раз повторюсь, маркетинг или все-таки реально там какие-то будут нанотехнологии? В любом случае, ты же видишь... Бетон, он есть бетон, я не знаю, что там. Да, да. А может фасад какой-то у вас там. Фасад в любом случае, да, это наша визитная карточка. Здесь мы уже травертин используем, натуральный камень, первые два этажа выше, с третьего по десятый, это уже композитные материалы. Слушай, сегодняшние санкции позволят это решить? Ну, к счастью, натуральный камень и прочие ископаемые у нас в стране есть. Не будет с этим, думаю, что проблем. Поэтому с этим проблем будет меньше всего, как минимум. Какой прогноз по инвестициям? Давай вот два варианта возьмем. Первый, это, так скажем, спекулятивный сейчас на этапе котлована покупаем, потом продаем на этапе сдачи. И второе, если уже апартаменты построены, о, не апартаменты, извиняюсь, гостиницы, построены и уже сдает человек ее в аренду, сколько он будет зарабатывать? Ну, то есть это спекулятивный на перепродажи и пассивный на дальнейшей сдаче. Сколько в год будет на стройке? Так, по строительству мы закладываем двукратный прирост до сдачи, до передачи ключей до 2025 года. Соответственно, это 100%, делим на определенный срок строительства. Если мы говорим про пассивный доход, то это 8-12 лет в зависимости от площади номера, потому что мы с вами с тобой поговорили от 22 квадратных метров до 136 квадратных метров. Мы здесь тоже выгодно отличаемся. Но при этом понятно, что чем больше площадь, люди это больше для себя берут. Меньше, чем это под пассивный доход, там и рентабельность, соответственно, срок окупаемости ниже. Слушай, ну на самом деле радует слышать о том, что не там 4, 5, 6 лет, что многие любят заявлять такие красивые цифры, что 12 лет это реально, отбить свой апартамент, выйти в ноль, так скажем. Номер, гостиничный номер. А, извиняюсь, я все апартаменты. Ну и последний вопрос, когда сдача полностью вашего проекта? Самый сложный вопрос. Конец 2024 года, сдача, плюс полгода мы также закладываем на передачу ключей, поэтому мы говорим первое полугодие 2025 года. Я вас обманул, молодой человек, это не последний вопрос. Управляющая компания, кстати. Отельный оператор. В данном случае все-таки это гостиница, да. Соответственно, у нас то, что мы продаем первый корпус, мы заявляем минимум, мы предоставим своего отельного оператора от строительной компании «Неометрия». Даже больше того, у нас целый холдинг, то есть это алиас групп, инвестиционная компания, входит туда не только стройка под брендом «Неометрия», туда же входит и сфера услуг, ресторан, салон красоты, медицинской направленности. То есть здесь мы в любом случае имеем опыт, и мы заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем у нас появился свой отельный оператор на этой территории. По второму корпусу мы ведем переговоры с международными брендами. Как только у нас появится конкретика, мы откроем в продажу второй корпус. Сейчас продаем только первый. Друзья, это тот случай, когда рассказывать и показывать ей могут долго и с энтузиазмом, просто потому, что проект поистине уникальный. Мой вам совет, особенно сейчас, вкладывайте в надежную недвижимость, тщательно проверяйте застройщика и его документы. А лучше звоните Васе. Всего вам доброго и до встречи на канале. Пока!